Добрый день, уважаемые зрители! С вами Залмур Мамедов, в специальном выпуске программы Вести. Как известно, линия армяно-азербайджанского фронта уже давно проходит не только через оккупированные территории, она проходит через нашу культуру, историю и даже кулинарию. Агентство по авторским правам Азербайджана неоднократно выступало с заявлением по поводу попыток присвоить элементы азербайджанского культурного наследия со стороны Армении. Неоднократно также попытки выдать за исконно-армянские такие блюда азербайджанской кухни, как тома, лаваш, босбаш и другие. После решения ЮНЕСКО включить до умы, лаваш в список нематериального культурного наследия человечества, мы наблюдаем болезненные реакции со стороны Армении. В сегодняшнем спецвыпуске мы конкретно рассмотрим кулинарную войну между Азербайджаном и Арменией. И с нами в студии гость, директор Центра национальной кулинарной Азербайджана Тайра Насланов. Добрый день, Тайра Насланова. Здравствуйте. Во-первых, я хочу уточнить, что мы ни с кем не воюем в этом смысле. Мы в научной базе справедливо обсуждаем тему. Я даже обращался с Эдрак Мамуляна письмом, что давайте мы снимем эту напряженность. Третьейскую сторону вы выбираете, и мы разберемся научно, чьи это блюда. После того примем решение, и один очаг напряженности между нашими народами снимем. Ну, я вам скажу, что получается. Они даже своим ученым не доверяют, то, что именит ученые специалисты делают. Они все превратили в балаган, и из этого делают политику имя. Я сегодня буду говорить об армянской, о долме конкретно, если мы будем говорить. Я сегодня буду говорить словами только армянских специалистов, книгами, вот я привез по армянской кухне, и ничего, взгляд, то есть мнение наших ученых мы не будем говорить. Во-первых, 17-20 век есть шесть книг, толковый словарь армянского языка и 13 переводных словарей. Ни в одном слова толма, долма, толи, их транскрипции нет. Это невозможно. Первый раз это слово появляется в 1909 году. Но 1871 года по 1926 год армянские специалисты собирали турецкую кухню. И есть семь книг в наших руках. В этих книгах они собирали турецкую кухню, но все это написано на турецком языке армянским алфавитом. Это есть в области и музыки, и других там произведений. Вот я пару этих книг сюда привез. Вот эта книга, мы его просто с армянского перевели, сделали достоянием наших людей. Вот эта книга, она была издана в 1876 году. И в этой книге я просто, это написал армянин, не собирал, правда, кухню. И тут написано, вот, информация о долме. И вот посмотрите, все написано долма. Это пишет армянин, мы просто букву перевели. Вторая книга, последняя книга, которая, Мичаммалий Макитабы, этот, Вадинак Пурат. Это уже Турции перевели. Опять же, я открываю страницу, где написано долма. То есть, не долма, еще нету слова долма. И если мы посмотрим, это книга Богоспираняна, Норк Харур. Это армянский язык, молодой повар, в 1914 году напечатано. Это на армянском языке, потом перевели на турецкий. Здесь тоже, если вы видите, вот в этой странице написано долма. Еще нету слова долма, чтобы его вывести из толи. Дальше, один из тех, кто переселился из Турции, в свое время ее деда, отца и так далее, в Америку, вот Женинян, в Америке выпустил на английском языке книги. Если вы здесь можете показать, пожалуйста, покажите. Здесь вот написано долма, то есть не толи, да? Слово толма еще нет. Первый раз мы посмотрим первую армянскую книгу кулинарную, где 40 армянских блюд. Это выпущено было в 1909 году в составе ЗЛСАД Санкт-Петербурга. Вот если вы посмотрите в этой книге, вот рецепты, вот посмотрите название. Разве здесь написано долма? Это долма. Да, вот армянский автор пишет. Дальше, кстати, в этой книге они не объясняют, что это армянские блюда, и какие-то под него не подводят, но дальше, в 1930 году выпускается еще одна книга по армянской кухне. Армяне выпустили. И тут они поняли, что долма не их, вообще долма нет в этой книге. Чувта есть другие там что-то, но долма никак не могли присобачить. Первый раз в 1950 году ухамбикян использует слово «толма». То есть уже на букву «т». Уже на букву «т». И в 1960 году уже официально, но эта концепция появилась в 1950 году, начинает его выводить из урарцузского удули, мол, на армянском «толе», но этих слов я сказал не было в словарях. В 1944 году «толковый словар» малхазянцев вышел в Ереване на армянском языке. Там малхазянцы объясняют, что это слово мы взяли из турецкого языка от слова «заворачивать» и «заполнять». Это опять же то же самое пишет Севартян, то же самое пишет Ачарян, то же самое пишет из Турции профессор Ришханян. То есть сами вот это армянские ученые. Я ничего не сказал, то, что написали наши. И дальше мы приходим. Базовые книги армянской кулинарии. Я прошу вас это показать крупно. Вот в этой книге, это база, над которым стоит вся армянская кулинария. Дальше тут около 300 ученых, специалистов. Это какого-то? Это 60-й год. Вот я открываю его, чтобы вы видели. И тут же я хочу вот эту страницу показать. Она одобрена президиумом Академии наук Армянской СССР и кулинарным советом Министерства торговли Армянской СССР. Значит, тут все написали ученые, которые все знают намного лучше, чем остальные люди. И я хочу здесь показать ту страницу, где это ученые. Я хочу, чтобы вы это показали. Вот что тут написано. Некоторые рецепты блюд, приведенные в данной книге, являются старинными. Значит, очень малая толика, да, некоторые блюд. Но в течение долгих лет они не только не были записаны. То есть в книгах, в записях их нет. Но их население республики не приготовляли. То есть в этой книге основная часть блюд, большинство, новые блюда. То есть это не армянские. Где-то взяты, где-то новые созданы технологами. Но то, что говорят некоторые старинные, они не записаны, население готовило. Значит, их природе нет. Я вот прошу показать вот эти записи уважаемых армянских специалистов, ученых. И, кстати, среди них очень именитые люди, которые внесли огромный вклад в кулинарную культуру не только Армении, но и соседних народов, в том числе и в нашу кухню. Мы очень уважением к ним относимся. Хорошо, дальше та же самая книга, выпущена в 1985 году, переиздание. Опять же, одобрена Академия наук, издательство Айастан. Это вышло вообще в Армении. Вот здесь президиумом написано Академия наук, она утверждена там и так далее, и так далее. И уважаемый Стали Ханчи поставил пост, что, мол, специалисты малые народы принимают кухню больших. Ну, в примере уважаемого еврейского народа. И это пример интерпретировал армянскую кухню тоже. Они подняли такой шум, как будто он не прав. Но вот в этой книге, опять же, уважаемые около 30 армянских ученых и специалистов, вот что пишут. Разбросанные во многим странам мира, армяне принимали специфику питания этих народов, приспосабливая методику приготовления этих блюд к продуктам и так далее. Это тоже можете, пожалуйста, показать, чтобы читатели или зрители это увидели. Опять же, я не использую ничего, что писали азербайджанцы. Хорошо, идем дальше. Вот в этой книге Хатранова Талита Амбарцумовна, армянская специалистка, Ростов-на-Дону, выпустил эту книгу в 2001 году. И, пожалуйста, последняя страница этой книги я хочу, чтобы показали, я подчеркнул. Турецкая кулинария значительно обогатила армянскую. Не просто воздействовала, а значительно обогатила армянскую. Я прошу это показать, чтобы это было видно. Это опять же пишет специалистка из Армении. Прошу прощения, я вас прерву про армяния. Естественно, что ваша доказательная база основана на армянских источниках. И, естественно, армянская сторона это прекрасно знает, потому что это ее. Одну минуточку я уже заканчиваю. Армянская сторона пусть опровергает не Таире Амиросланова, не Сталик Ханчишеве. Пусть опровергает своих специалистов. Вот это опять дубой здесь армянская кухня. Вот что здесь написано. В народной кухне весьма популярное блюдо изрубленного мяса – калалик, калалак, долма. Это сравнительно недавнее заимствование из турецкой кухни. Часто имеет в армянской кухне национальные особенности. Мясо часто… То есть это блюдо – долма, кфта, они потом назвали сначала кфта, калалак, калалак. Тут черно-побелом написано, что взято из турецкой кухни технологии измельчины. И последнее. Это же подтверждает очень… Вот они пишут такие книги, мы вынуждены опровергать. В этой книге всего около 10 блюд. Вроде бы кулинарная книга. Выливается больше яда, а потом виноваты азербайджанская сторона. Вот и кухта. Она подтверждает это. Тоже жубленные блюда. Там калалак. Что она пишет? Абсолютно армянское блюдо с бесконечно чужим турецким названием. Но это не я написал. Вот пока у меня. Мы можем продолжить. Сейчас к нам присоединится другой кулинар, так же известный, как и вы. В неодинокой борьбе с армянским плагиатом. Известный российский кулинар азербайджанского происхождения Старик Ханкишиев. На протяжении многих лет пропагандирует армянскую культуру, включая нашу кухню. Недавно его аккаунт в Фейсбуке оказался заблокирован на 30 дней после спора о подлинном происхождении блюд, выдаваемых за армянские. Старик Ханкишиев пытался объяснить армянскому кулинару Сидраку Мамуляну, что до ума придумали не армяне, после чего он был заблокирован. Как продолжается эта история, расскажет зрителям сам Старик Ханкишиев. Здравствуйте, Сталик Гусейнович. Добрый день, добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, какие шаги предполагаются для вашей разблокировки в Фейсбуке и вообще продолжение этой истории. Будет следовать? Да, азербайджанские пользователи и многие российские пользователи прилагали усилия, пытались достучаться до администрации Фейсбук, но совершенно очевидно теперь, что администрация Фейсбук... Я слышу посторонние голоса, мне мешает это разговаривать. Там, видимо, в студии кто-то разговаривает рядом. Совершенно очевидно, что Фейсбук занял одностороннюю позицию. Эти статьи, которые называются «Некоторые вопросы тюркско-армянской кухни», они до сих пор доступны в интернете, их можно найти в моем журнале «Сталик». livejournal.com, достаточно написать «Сталик», «ЖЖ», и вы попадете туда. И там есть эти статьи, в которых я делаю какие-то свои гипотезы, строю гипотезы, строю гипотезы на основании фактов, на основании аналогии, на основании логики. Я привожу ссылки на десятки авторитетных источников, таких авторитетных источников, например, как Кембриджский университет. О том, об этимологии самого слова «даума», об его происхождении, кулинарного явления, потому что это не блюдо, это целая группа блюд. Привожу страницы из множества книг, неазербайджанских, со всего мира книги. Показываю, сколько народов в мире, помимо армян и азербайджанцев, готовят долгу. И всего лишь на все осторожно пытался подвести читателей к мысли, что у армянского народа нет никаких оснований считать себя создателями этого блюда, как утверждает Сидрак Мамулян в многочисленных интервью. Поначалу я пытался пригласить на дискуссию этого человека, но от дискуссии он отказался. Когда он появился однажды в комментариях, он начал строить такие ухмылки, откуда у кочевников с Алтая могли быть виноградные листья и так далее. Вот глупости такого уровня. Но меня это немножко расстроило, потому что я все-таки обращался к нему в достаточно уважительном тоне и рассчитывал, что будет дискуссия без руганий, без скандала, без каких-то попыток оскорбить народы. Зачем мне, собственно говоря, оскорблять армянский народ? Мне это не надо. Я, наоборот, хотел бы обратиться и к армянскому народу, и к русскому народу. Давайте посмотрим, давайте разберемся, кто прав, кто не прав. Давайте спорьте со мной, пожалуйста, доказывайте научным методом, методом цивилизованной дискуссии. Цивилизованная дискуссия не состоялась. Армянские пользователи стали подавать массовые жалобы на мой аккаунт, и меня в результате заплатировали за 30 дней якобы за разжигание ненависти, не знаю, что-что. Экстремизм какой-то. Не было там никакого разжигания ненависти. Если есть, я готов ответить по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В этих статьях ничего нарушающего, ни российские законы, ни азербайджанские законы, ни даже армянские законы, ничего нет в этой статье такого, что могло бы нарушать и что стоило бы подавать жалобы. Это просто трусость, это просто неграмотность, это просто неспособность вести дискуссию. И буквально вчера я написал большую достаточно статью с анализом видеорецепта древней армянской долмы по рецепту V века. Выяснилось, что этот Седрах Мамулян просто безграмотный человек, он повар-то очень плохой. Вы меня слышите? Продолжайте. Выяснилось, что он как повар просто очень плохой. Это самозванец какой-то. Он готовить не умеет, он не понимает в приготовлении еды практически ничего. Я посмотрел один его рецепт, и этого достаточно нет. В рецепте якобы V века у него появляется подсолнечное масло, у него появляется перец красный, у него появляется томатная паста. Но Седрах настолько безграмотный, что он не знает, что все эти продукты были завезены после открытия Америки. Сегодня нахожу еще один его рецепт. Я только слышал об этом, но мне не верилось, что такую глухость может человек сотворить. Мы рецепт из V века какого-то царства, они десерт. В этом десерте у него рецкое, мед и арахис. Этот человек не знает, что арахис тоже привезли из Южной Америки. Понимаете? Он не рос ни в Европе, ни в Азии, нигде. Он потом к нам попал сюда. И он из него сотворяет древние армянские рецепты. Мы в раскопках нашли такие рецепты. Не назло Седраху Мамуляну, а чтобы показать мастерство азербайджанской кулинарии. Я покажу этот же самый рецепт, как его надо готовить. Дело в том, что Седрах выдумал вот эту глупость, но он готовил неправильно. Он нарезал рецепт кубиками, он ее пожарил на сковородке. Потом, значит, раздолбал зачем-то арахис мелко-мелко. И залил все это медом. Человек не знает, не знаком с культурой Востока. У него мозг настолько высоко поднимается, что он брезгует, знакомится с культурой и кулинарией окружающих стран. Есть методы приготовления халвы из сахара, из меда. Этим методом уже, извиняюсь, 8-9 веков. С тех пор, как сахар стал общедоступным товаром в Багдаде и других восточных городах, сахар перерабатывали в халву, чтобы можно было дороже продать. И уже в виде халвы этот сахар продавался дальше, на Запад. Но постепенно продвигалась и технология. Вот есть, теперь многие считают, что это итальянский либо французский десерт, нуга. Нет, это та самая наша восточная халва, которую готовили, как я говорил уже, и в Багдаде, и у нас в Габале. Сидрак не понимает, что редька тоже неплохой продукт. Из нее можно сделать такие вещи, как называются цукаты. Засахарить ее. И халва с цукатами и орехами, неважно с какими, с арахисами или с более близким для нас миндалем, фисташками. Получился бы на самом деле великолепный десерт. Я это сделаю, я покажу, я научу Сидраку, как надо готовить. Пока что он даже готовить не умеет и вообще говоря не заслуживал. Это моя ошибка была. На самом деле Сидрак не заслуживал моего внимания. Таких мошенников в любой стране есть, которые выдают себя за каких-то поваров, за каких-то исследователей и так далее. Но мне очень обидно за армянский народ. Вот такие безграмотные мошенники, аферисты водят армянский народ за нос. Вытягивают нос им, понимаете, тянут за нос, делают из них просто фанатика. Ведь сейчас очень трудно дискуссировать непосредственно с лицами армянской национальности, которые проживают в Армении. Им мозги прополоскали. У них фанатичная вера, что все вокруг придумали они. С фанатичной верой при помощи знаний, при помощи культурного диалога бороться бесполезно. Фанатик всегда останется при своем мнении. Есть Джодана Бруно, есть Коперник, есть Галилео Галилей, который пытался доказать фанатикам, что Земля круглая, что Земля вращается вокруг Солнца. Понимаете? Те вещи, которые мы, мусульманские народы, те вещи, которые наши предки, тюркские народы, наши ученые изучали, доказывали, составляли карты звездного неба. Строили обсерватории, пожалуйста, в Самарканде. Изучали астрономию и вся вот эта вот наука, которая в средних веках у нас уже была. А там в средние века религиозные фанатики вот так вот, на таком огне людей сжигали. За вот эти правильные слова. Понимаете? За то, что человек сам своим умом постиг совершенство Вселенной, как Вселенная устроена. У нас мало эфирного времени. Сталик Кусенчик, а какие шаги необходимо реализовать для популяции в мире азербайджанской кухни, на Ваш взгляд? Мы эти шаги реализуем. Мы издаем книги об азербайджанской кулинарии. И наши книги, можно с гордостью заявить, что наши книги получаются лучшими в мире. И вот в прошлом году, в 2017 году, я в очередной раз был в Китае на конкурсе международных книг. Туда приехала одна из армянских женщин, занимающихся кулинарией, рестораторша Каэна Эбриева. Она живет в Москве, она армянка по национальности. И она привезла книгу об армянской кухне. И с большим сожалению, я увидел, что те же самые блюда, которые я готовлю, в моих книгах получают первое место, а книги моей коллеги Гайяне получили только второе место. Там всего лишь в этой номинации было два участника. Одна женщина из Испании и одна женщина из России-Армении. И она получила второе место. Хотя блюда те же самые. Я готов над нее протянуть руку помощи Гайяне. И помочь ей сделать такую книгу об армянской кухне, чтобы она заняла первое место. Но для этого надо заниматься в книгах об армянской кухне не пропагандой тюркских блюд, не пропагандой мусульманской кулинарии. А поднимать то, что они за вот этой борьбой, за вот этими скандалами, они уже забыли свою настоящую, подлинную, традиционную армянскую кухню. Которую на самом деле создавалась армянским народом. Какие блюда есть? Если есть народ, то обязательно должно быть хотя бы, ну хотя бы 10 национальных блюд, которые вот созданы этим народом и которые народ не забывает, как готовить, продолжает готовить. Да, народ может готовить и какие-то блюда окружающих их стран. Вот все время так происходило. Во всю историю они готовили что-то из кухни тех стран, где они проживали. Когда евреи жили в разных странах России, ну вот евреи, которые жили в Азербайджане, они азербайджанские же блюда тоже готовили. Но им не надо называть это еврейскими блюдами. Они говорят, это азербайджанское блюдо мы готовим. Потому что у них и так достаточно много достоинства, они и так достаточно успешные люди. Вот попыткой прихватить всю чужую культуру обычно занимаются такие народы, у которых этой культуры, по сути дела, и нет. Спасибо большое, Сталик Густенович. Мы желаем вам успехов на вашем поприще. В будущем мы с вами свяжемся. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. До свидания. До свидания, дорогие. У нас есть время? Конечно, время есть. Вы что-то хотели нам сказать? Во-первых, идет во всех фронтах пропаганда азербайджанская кухня. Сталик. В 2016 году мы были в Китае. И со всего мира от 50 тысяч книг там было вводили на 72 книги, отправлены на мировой конкурс. Из 72 книги четыре были азербайджанские. Из четырех книг моя книга заняла первое место по номинациям «Лучшая европейская кухня» и «Мировая». Сталик, кончая книга «Лучшая книга шелкового пути» первое место заняла. Одна азербайджанская, Ирана, по домашней хозяйке кухни, как Гаяни, она заняла первое место. А Фарид Абу-Иран из Америки, тоже азербайджанка, книга, получил специальный пресс. И я там тоже сказал. Это не говорит о том, что мы великие кулинары. Если четыре книги в мире получили самые хорошие места, это говорит, что народ создал такую кухню, над которой мы базируемся, работаем. Второе, насчет Мамуляна они бросили. Вот посмотрите, они здесь, как его представляют. Мастер-класс Седрак Мамуляна известен о кулинарии, историка кулинарной культуры. Это человек училище закончил, это историк кулинарной культуры. То есть такие представления. А здесь что он говорит? Азербайджан просто дал денег ЮНЕСКО. Вы знаете, как это стыдно. Но у него же нет доказательств. Нет доказательств, но они говорят. Но их замминистр культуры буквально что дает в интервью. Некоторые наши замечания по поводу включения азербайджанского рецепта ТОЛМУ в список нематериального наследия ЮНЕСКО были учтены. Но некоторые комментарии не были приняты. Например, мы указали, что один из авторов этой заявки, член общественной организации, известный своими антиармянскими и российскими выступлениями. По ее словам, такого армянского сторона принять не могла. Мы шли к тому, чтобы эту заявку отклонили. То есть этого человека должны были в списке снят. Но ЮНЕСКО не послушал такого государства Армения. А какой-то член общественной организации послушал. Это же смешно. Но этого не произошло, поэтому Армения за нее не стала голосовать. Потому что она даже если голосовала бы, все равно это прошло бы. Потому что вы знаете, в чем дело. Я выражаю искреннюю благодарность нашей первой леди Мейрван Ханамалееве, которая активно работает, очень много сделала для культуры Азербайджана, чтобы поделиться этой культурой всем миром, подарить всему миру. Она никогда не допустит ни одного несправедливого документа, необоснованного, неправильного. Я не хочу сказать, что мы победили. Мы просто поделились миром древней нашей культуры, в том числе долмой, подарили его миру благодаря абсолютно научному, абсолютно справедливому, абсолютно точному подходу. И мы никого не осказывали. Мы уважением относились всегда к армянскому народу. И в Баку сейчас 30 тысяч, азербайджане 60 тысяч официально живет армяне. Там же в Армении никого не осталось из других наций. Мы плохо не относимся никому. Я читаю армянскую, я обовьяно читаю лучше, чем, может быть, Армения не читает. Я читаю их поэзию, я читаю, великолепные есть ученые. Издревле армяне писали, оставляли огромное наследство. Но они вместо того, что изучают это наследство, ставят правильно, говорят, они бросаются в крайности, они погоню за чужим забыли свое. Я заместителю Сидрака Мануляна, когда мы были в Туркменистан, обещал, и я ему тоже написал. Пройдет время, когда это разлад между нашими народами закончится, эта война, все становится, тогда я обещаю, я напишу настоящую книгу армянской кухни, подарю армянскому народу, который действительно очень умный, мудрый, очень развитый народ. Если эти люди не будут отравлять их таким национализмом, потому что это, если какой-то народ говорит, что я лучше других, тут уже появляется фашизм. Да, совсем согласен с вами. Это страшно. Тармян, а как насчет планов по созданию музея национальной кухни Азербайджана? Надо этим править, стержит работа. Просто можно было маленькие музеи создавать. У нас, в принципе, есть музей кулинарной славы при центре. Ну, очень маленький, но государство тоже думает, решает, где, потому что маленький музей у нас не получится. Вот, например, мы фестиваль сделали, я думал, что у нас 50 видов долмы, а оказалось 300 видов в первом фестивале, 356 видов в втором фестивале, где всего 33 района участвовали, а если другие районы выйдут. То есть придется поставить отдельный музей долмы. То есть надо обширно, и со всеми районами действующий музей, она должна отличаться, проекты есть, они должны отличаться от английского, русского или украинских музеев. Это должна быть абсолютно новая концепция. В принципе, мы в ресторане Ханадан почти что создали аналог, многих древних блюд восстановили, мы вытащили. Дело в том, что у нас очень много государств, ханств было. У каждого хана есть кухонные тетради, что покупали, что готовили, а многих ханов и шахов есть повара, которые оставили нам книги. Азербайджанская кулинарная культура, в отличие, допустим, с уважаемой армянской кулинарной культуры, имеет, вот они пишут, письменных ничего не было. У нас письменные очень много нам оставили наши предки. И все это должно изучаться, переводиться, работать. Тут мамулям пишут, что они едут в страны, зарубежные, Румунии и так далее. Там есть люди, которые не знают, что они армяне, даже своих не помнят, что они армянами связаны, но они готовят армянское блюдо. Но Румыния же... Как это так может быть? У них бывает. Вот она пишет тут. Тут же они очень... Некоторые вот это... Выход умные. Вы понимаете, если у него взять это, что вот нету борьбы, ничего, это все правильно, он чем будет заниматься? Я думал, что он хоть повар хороший, Сталик, вот видите, доказывает, что он не повар нехороший. Этот человек будет один из многих. А личные амбиции, показ там и так далее, вот он выбивает клин между нашими народами. Этого нельзя делать, потому что и так, и так проблем много. А мы соседи, никуда мы не уйдем, ни мы, ни армяне, мы должны жить вместе. И близкий сосед хороший говорит, лучше, чем дальний родственник. Ну, грузинам мы живем, тоже разные, вера там и так далее, любовью и порядочности, друг друга уважаем. С Россией живем в соседстве. С Ираном ни с кем у нас проблем нет. У Армении есть проблемы с Грузией, с Азербайджаном, с Турцией. Сейчас Россия появилась, тоже есть проблемы. Есть проблемы с Ираном. Ну, сколько можно так этот народ загнать куда-то? А мы же дружили, мы же жили вместе, женились, совместные семьи. Сколько у нас совместных детей, куда их сейчас будем бросать? То есть, я против такой националистического угара. И когда я говорю, что армяне это сделали, я не имею вот этот народ. Это уважаемый народ, с которым мы хлебили всю жизнь вместе. По крайней мере, я воров в советское время. Мы знали, что такое интернационализм, то есть против национализма. Сейчас там ставят памятники фашистам, фашистские лозунги. Меня объявляют расистам, антиармянским кого-то. Никогда такого не было. Мы дружили, дружим, порядочными людьми, несмотря на их национальность. Я возглавляю, многие мировые организации встречаются, людьми в 189 странах дружу. Почему-то они ни разу не увидели во мне этот расизм, национализм. Потому что, если ты не любишь других, ты по-настоящему своего не можешь любить. Надо изучать другие культуры, уважать другие культуры. Они свое надо оцентизировать. Да, надо. Я очень сожалею, что в голове, я кулинар, поэтому я мастер-повар, в советское время министерство давало это, там начал с маленьких разрядов, посудомойки, пришел до этого. Я защитил кандидатские по истории, я инженер-технолог, и мне дали звание мастер-повара мира. И я специалист в этой области, я других не... Я очень хотел бы, чтобы в голове армянской кулинарной организации действительно стояли люди, достойные, ученые, или они хотя бы посоветовались. Понимаете, я тоже много чего не знаю. Иду к ученым, сидим, разбираемся, беру книги, читаю. Я уверен, что они... Вот у меня есть в библиотеке очень много книг по армянской литературе, истории, очень много кулинарных армянских книг. Я уверен, сто процентов, что Мабулян их половине не видел. Надо читать свое хотя бы. Где вы делитесь вашими мыслями, вашими познаниями? Я в книгах. Это книги ставят в интернете. В интернете, в киберпространстве, в интернете, в сети. В интернете у нас есть наш сайт кулинар.аз, амкм.аз. В интернет-сайтах мы, в фейсбуке других. Потом, уважаемый Сталик, Антишев, там, когда мы тоже пишем, мы работаем. Я очень горд, что рядом со мной очень большие ученые мировой величины и очень большие мастера-повара мировой величины. Они приезжают в Азербайджан, я их в странах еду. Мы общаемся. Вот сейчас только меня избрали совет по управлению Всемирного института кулинарии и назначили там в этом совете послом. Я очень горжусь этим. Я горжусь тем, что меня считают, специально, я читаю по всему миру лекции во всех вузах. В многих вузах зарубежных стран студенты сдают при экзамене по азербайджанской кухне вопросы отвечают. Они в нынешних литературе. В многих вузах мира наши книги, студенты учатся, мы отдаем разные. Там мы дарим свои фильмы, там и так далее. И у меня книги печатались на румынском языке, на японском языке, на английском, на немецком, на французском и так далее, на украинском. Сейчас еще одна книга переводится на украинский, в Украине будут издавать, но это не мы издаем, они сами это делают. В других странах тоже самое идет. То есть мы работаем, но мы справедливо работаем. Мы ничего из других кухонь не берем. Естественно, наши кухни повлияли, наши отношения со всеми другими народами повлияло. Это мы этим гордимся, это все кухни так. Например, мы сегодня все божьи готовим дома. Иногда щи готовим, но называем борщом. Всех в Азербайджанской семье готовят. Спасибо славянским народам, которые нам подарили это блюдо. Разве у нас сейчас в Советском Союзе через Россию нам пришел, в Азербайджанской кухне нет рубленных, измельченных салатов, потому что продукты настолько вкусные, что не было необходимости их разрубать, смешать, что-то давать при вкусе. Но пришел столичный салат. Это француз Оливье, там Россия сделал, оттуда к нам пришел. Наши еще добавляют, убавляют, его меняют. Но каждый Новый год тазиковый с холода, хотя его должны поесть за 20-30 минут наши хозяйки готовят и неделю нас кормят этим. Потом винегрейт, шпат, шубы, сель там и так далее. Мы все это готовим, но это спасибо народам. Это не наши, не исконные, это наши сейчас, совместные, но подарили нам спасибо российскому народу, украинскому народу, белорусам, полякам, французам. у меня награду получил самый высокий орден Эскафье, который создал Всемирную Организацию и его книга у меня, есть его внуками я встречался тоже. Вы знаете, открывая книгу, там столько блюд, вот он король поваров и повар королей в 28-м году создал Всемирную Организацию Кулинарного Союза, который у нас сейчас 115 стран. И его книги, которые Точков поставил, много блюд а-ля турок, а-ля Китай, а-ля Рус и так далее, а-ля Татар. Вот человек объединил и создал стройную кухню и там это написано. Разве это плохо? Разве от этого французского кулинария потеряла и мы не считаем его законодателем моды? Конечно же. Перенимать неплохо. Чавчавадзе писал или что мол принимать из другого языка слов это возвращает нацию скорее чем значит в развитии. наше слово пришло на наш компьютер там другие слова с английского принимаем из этого персидского сколько слов в нашем языке сколько с арабского разве это плохо? Мы обогащаемся. Мы обогащаемся. Они там начинают вертеть юлиет. Зачем? Я не понимаю почему не говорят армянские ученые которые пишут вот такие книги пишут языковеды там есть великолепные ученые армянские великолепные интеллигенции которые почему они об этом не говорят? Почему у них не спрашивают? Какое-то быдло середине начинает разругать народы создают новые очаги напряженности кому-то выгодно чтобы мы никогда не помирились кому-то это выгодно явно мы же должны понимать что мы соседи никуда не денемся к сожалению наше эфирное время подходит к концу целью нашей передачи было внесение ясности в кулинарный спор который мог поставить все точки над и при условии если армянская сторона могла бы пожелать этого сделать но она как видно ушла от диалога тем самым косвенно доказав нашу правоту я в вашем эфире готов с армянской стороны вот тоже откроем пожалуйста пусты Россия Франция другие тоже смешаются давайте продолжим и разберемся жалко что Сидрак Мамулян не смог принять участие в нашей передаче он всегда уходит от диалога но в любом случае мы всегда открыты в диалог мы всегда открыты я думаю что мы всегда и так с вами были Тайра Насланов Сталик Ханкишиев и Завну Маминов до новых встреч уважаемые зрители